Всем привет, вы на канале Роботоп, нас уже 333 подписчика, всем спасибо, не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны, пишите ваши комментарии, лучше будем вставлять в начале ролика, как вот эти, пальцы вверх ну и все такое, в этом видео я решил сделать для вас вторую часть о Чупакабрах, снятых на камеру. Семья их Техаса рассказала, что уничтожила на участке около своего дома Чупакабру, сообщает Обчнеус, по словам представителей семьи Орт, они убили загадочное животное несколько дней назад, в воскресенье, 23 февраля, по словам 79-летнего дуга Орта, Чупакабра была замечена, когда издала громкий звук. Его внук, вооружившись, выбежал из дому и выстрелили в существо с расстояния нескольких сот метров. Орт отметил, что Чупакабру к дому привлек собачий корм, где в момент появления животного находилась собака, принадлежащая семье, не уточняется. Комментируя ситуацию, биолог Джош Тернер заявил, что скорее всего Ора застрелили не мистическое создание, а обычное млекопитающее, например, койота, страдавшего от щасотки. Специалист подчеркнул, что если кто-то застрелил или иным образом умертвил подобное животное, необходимо надеть перчатки, прежде чем двигать труп. Как отметил Тернер, в противном случае заболевание можно передать своему питомцу. В селе Октябрьское, под липцами овчарка Бося принесла к дому своих хозяев неизвестное животное, похожее на маленького динозавра. Люди в один голос твердят, это Чупакабра. Слухи о мифическом создании ходят в регионе не первый год, в этом селе припоминают случай загадочной гибели домашних животных. Как сообщает Евгений Касимов, житель этого села, недавно у него было задушено более 20 кролей. На западной Украине убили Чупакабру. Эта сенсационная новость пришла из Ивана Франковска. Легендарная Чупакабра попалась в ловушку, расставленную браконьерами и сейчас ее исследуют зоологи. Первые выводы подтверждают, это не волк и не другой известный специалистом хищник. Охотник Иван Дики обнаружил тушку неизвестного монстра в петле ловушки, который расставили браконьеры. Хищник не смог выбраться из ловушки и замерз. Сейчас замерзшее животное изучают зоологи. Зверь очень похож на волка. Однако зоологи утверждают, что это не волк. Размеры и строение костей у них сильно отличаются. Нижняя челюсть как у собаки, хвост волчий, а зубы сильно развиты. Даже у волка такого не бывает. Закарпатские охотники продолжают внимательно изучать капканы в надежде найти хоть одну живую осипь Чупакабры. Если в руках зоологов окажется живая Чупакабра, специалисты смогут детально изучить хищника и ответить на вопрос, откуда взялся этот монстр. Что это, ошибка природы или результат секретных экспериментов? А в этом видео полицейский штат Техас, на своей патрульной машине, сумел запечатлеть странное существо, бегущее вдоль дороги. Сначала ему показалось, что это собака, но когда оно повернуло свою жуткую голову, стало ясно, что это скорее какое-то чудеще. Ну и последнее видео у нас от неизвестного очевидца. Ему удалось снять непонятное существо, около своего дома. Человек решил последовать за животным и заснять его на камеру. Ему явно это не понравилось, оно попыталось удалиться. Интересно, это и есть легендарная Чупакабра или койот с чесоткой? А вы как считаете? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, слева и справа на экране вы можете посмотреть еще видео с моего канала, да и подпишитесь плей и из, буду благодарен. Пишите в комментариях.